Музыка Всем привет! Мы пленницы Филипп и Кирилл Ревега Нас позвали на Абаканскую ТЭЦ Чтобы показать вам то, что там происходит На протяжении нескольких дней будет выходить Серия видеороликов В которых мы расскажем Как же функционирует один из основных источников Электроэнергии и тепла Республики Хакасия Мы покажем, как там все выглядит изнутри Поспрашиваем работников всякие интересные и камерные вопросы И просто познакомим вас со всем этим И вы увидите, что там происходит Все мы знаем, что основным источником энергии для теплоэлектростанции является уголь Который поставляется целыми поездами Порой состоящими из 50-60, а то и 70 вагонами угля Но как же данный уголь попадает в основные производственные цеха? Ведь нельзя просто так взять весь поезд и перевести его в производственное помещение Это мы постараемся сейчас узнать И направимся в самый центр Чтобы узнать начало технологического процесса Получения тепловой и электрической энергии Поехали! На протяжении всего времени мы будем рассказывать свои эмоции Потому что это первый раз мы находимся вообще на производстве Самое главное мы должны еще узнать у работников Побольше того, как им здесь приходится Как проходят их будни, может быть тяжелые, крутые аспекты их работы Мы должны пропустить через себя их будни Попробовать работу с углем и другие варианты Поэтому мы все проверим Владимир Егорович, куда вы нас ведете? Я веду вас в цех топливоподачи Мы себя сильно плохо вели? Нет, хорошо, вы вели себя Что будем делать в цехе топливоподачи? Будете смотреть уголь, пробовать Какой он на вкус Мы Филип и Кирилл Здравствуйте Валерий, очень приятно Идем на уголоке пропитывать Да, и мы хотим узнать все поподробнее Чтобы вы рассказали, как там все устроено И как там все работает Но обычными словами Пока не видят, пока не видят вначале У нас есть специальный штамм, близнецов Он сейчас у него какой-то блок Сделал штамм Мама, криминал Не важно, ты что прикалываешься? На черновике вот здесь, давай-давай-давай На черновике? Давай, давай, давай Давай, давай Чтобы он нас запомнил Стоп, 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 давай, давай Пошли, пошли, пошли Уходим отсюда Убираем ноги Чтобы нас исполнили Человечки Отпечатать Уложки Человечки Если потом Если потом Будут выяснять, кто это сделал Это не мы Мы сейчас направляемся на вагон опрокид Место, где непосредственно Разгружается Уголь Для подачи его на склад На хранение Или же для подачи Бункера сырлого угля Если же у нас подача угля в БСУ В данный период закончена Перерыв То весь уголь Состава направляется на склад Для хранения угля То есть в ту большую Черную лужу, которая есть на карте Не лужа У нас она так У нас она лужа достаточно большая Там же не прорисованы хамешки Поэтому мы называем ее лужей В начале весь уголь приступает на станцию Тошиба Тепловоз выезжает По нашим внутренним путям Забирает состав с углем С топливом Привозит его непосредственно на высовую станцию Глесовой Все железнодорожные вагоны с топливом Груженные взвешиваются Определяется состав угля по накладным Зольность его И непосредственно на вес И непосредственно начинается выброска угля Разгрузка Он сейчас будет толкать другой вагон? Он сейчас зацепит тот порожний вагон Вытолкнет его дальше То есть сейчас порожний вагон был вытолкнут Из вагона от накидывателя Огруженный вагон поставлен Там стоят порожние вагоны Тепловоз, который встречает Вот сейчас слышали удар То есть он по инерции Катится по путям И упирается в забошмаченные вагоны Которые стоят впереди Они соединяются Они соединяются Да И когда набирается определенная длина Уже ближе к вагонопрокидывателю Тепловоз проталкивает эту цепочку Дальше порожних вагонов И по такому принципу Как змейкой Они набираются А их отводят Они набираются Их отводят дальше Сейчас вагон Высыплен уголь в бункера ленточных питателей А непосредственно уже Где заканчивается воронка этих бункеров Снизу небольшого объема Есть отверстия Ленточные питатели По которым уголь Уже распределяется По остальным конвейерам Это очень страшный углеед Не хотелось бы вообще с таким никогда встречаться Ни в темном переулке, нигде Три, два, один Каждый день поступают у вас вагоны? По-разному бывает Иногда бывает За сутки выгружаются по два состава За смену даже бывало Нам говорили, что в среднем Состав вагонов 60-70 Вагонов они в среднем выгружаются где-то часов шесть Часов шесть Ты все понял, как здесь устроено? Я думаю, да Все было довольно понятно Мы увидели вагонопрокидыватель Узнали, что такое углеед И узнали, как это все поступает в углеедную лунру Да Валерий, спасибо большое за то, что вы нас познакомили со станцией вагонопрокидыватель Рассказывали, как здесь все устроено и принцип основной работы Мы были рады познакомиться До скорой встречи Мы скоро снова увидимся Давайте еще вот так С пыхом Ребята, мы надеемся, что вам понравилась данная серия Которая оказалась, наверное, все-таки первой Мы думали, что нас отведут куда-то в другое место Но в итоге мы посетили вагонопрокидыватель На нем вы заметили, какая интересная вещь происходит Приезжает большой уголь кусками огромными Это все режет углеед Не углевод, а углеед И вот все это превращается в такую гору, которая на карте изображена лужицей Вот, это был, как уже брат мой сказал, первый выпуск И впереди еще ожидается очень много крутых серий Примерно еще 3-4-5, где-то так Оба баканские тэц Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки Что вам осталось непонятным Пишите в комментариях, что еще рассказать Ну и посмотрите на вот этот прекрасный вид Как падает уголь с этого конвейера Впереди будет много всего интересного Так что оставайтесь с нами Мы вас любим Всем привет Пока Подписывайтесь на канал Близнецов Спасибо Валерий Спасибо Валерий Помогаем видеоблогать сейчас Давай Окей Благое дело Мы просто 35 лет Мы просто снимаем, мы помогаем людям Один все равно пройдет, второго второго пронесем Пронесем У нас хорошая поддержка Да-да-да Продолжение следует... Продолжение следует...